В предновогодние дни в Федоровке сразу 24-7 празднуют новоселье. Здесь дали в эксплуатацию первый дом для вкладчиков от Басыбанка. Кстати, Федоровский район первый среди других в Кустанайской области, где решились на строительство такого жилья. Жилье должно строиться не только в городах, но и в районных центрах. И сегодня я приехал специально с вами разделить эту радость, поскольку понимаем, что приобретение жилья, крыша над головой – это одно из важных событий в жизни любой семьи. Поэтому по поручению президента строится жилье не только в областных центрах, но и в районах. Квартиры здесь смогли получить люди с инвалидностью, дети-сироты и многодетные семьи, среди которых семья Грибко. Вот когда подали заявление на квартиру, конечно, не было такой уверенности, что действительно получим квартиру. Но когда мы увидели, что в нашей Федоровке начался строительный бунт, то, конечно, стало радостно, на душе настроение поднялось. А когда пригласили, извините, когда пригласили, нас позвонили, сказали, что квартира, ну вот вы в очереди, стоите первой, и вам дадут квартиру, мы, конечно, очень обрадуемся. В семье Грибко четверо детей. Теперь у них новая трехкомнатная квартира со всеми удобствами. Как отметили в Акимате, квадратный метр этого жилья обойдется вкладчикам в чуть более 180 тысяч тенге. Остальное субсидирует государство. А сейчас просим подтвердить запуск водопровода. А вот торжественный запуск водопроводов сразу пяти сел в Федоровском районе. Это Первомайское, Ленина, Заозерное, Чистый Чендак и Копыченко провели онлайн. Семья Корловских и села Первомайское до сих пор не может поверить, что теперь в их доме появился водопровод. В нашем селе много лет, еще с 80-х годов, не было водопровода. Пользовались колодезной водой, были скважиной, но как-то самостоятельно решали этот вопрос. Мы очень долго ждали этого события и бессмертно рады тому, что теперь вода в каждом доме. Чтобы построить эти водопроводы, из госказны было выделено почти 5 миллиардов тенге. В следующем году в Федоровском районе централизованное водоснабжение появится в селах Новошумное, Лесное, Березовка, Александрополь и Кравцово. Еще в 16 небольших поселках ведется разработка проектно-сметной документации на строительство разводящих сетей водоснабжения. Алжас Исинжигитов и Татьяна Калюжная, РТН.